Я, честно говоря, выбит несколько этим всем. Я просто даже не понял, откуда это сначала. Ладно. Геймпро против старого стиля. Что у нас? Старый стиль опять за контров. Да, да, опять за контров. Ну, те самые команды, которые, собственно, практически в сухую в первом и втором туре разнесли своих соперников. А, вот что здесь добавили. Возле дерева здания. Теперь на режиме призраков его не было. На мутации. Что там в чате весело, да? Весело. Все слышали. Ай, как красиво все было. Вообще просто, да? Тема для обсуждения. Это было... Ну, а так кто-то залетел в Теску, короче, открыл личный шепот чат какой-то и начал свое личное мнение рассказать. Нет, мы его найдем. Сейчас, в игре, если он зашел в Теску, айпи, у меня его есть. Я не знаю, что это за чудак. Вау! Тем временем, да. Маркозло. Ты вычислишься по айпи? Можно сказать, что практически один из команды. Подожди, а? Ты вычислишься по айпи? Да. Ха-ха-ха-ха. И передам его каким-нибудь дедосером, чтобы ему было сладко. Ну, а что, когда в Теску заходишь, ты же свой пишник палишь. И из железа все. Просто я не люблю такую тему. Чувак прославился, но... Я вот смотрю, как сейчас действуют команды. Кто-то даже, вот я вижу, подготовился к этому. Кстати, я сейчас сыграл с Мьясом, тоже, по-моему, на этой карте были. А, так старый стиль играл. Не знаю, как они играли, не играли карты, но я думаю, что не совсем АГМщиков играбельно. Хотя, ничего сложного в ней нет абсолютно. Нет вертикальных пунктов на другом. Что-то у Рауля про ГММ не пошло. Мимо троих пробежал, никого не убил. Если бы он сейчас спин на этих двоих забирал, то в принципе раунд был бы за АГМ про таксерский. Берут первый, один-один, но тут, кстати, борьба у нас походу, да, будет? Ну, я думаю, изначально не поговорил, и... Если у нас все, то и самые ожидаемые пары будут. Ну, кстати, мне тут и вторую пару еще скинули. Они у нас параллельно играют. Сейчас скажу, кто тоже там. Да. Ну, тут просто в чат попросили, типа, либо ту, либо ту пару. Ну, я как бы передал пожелание. Одну из пар нам дали, а вторая, к сожалению, играет параллельно. Не увидим. Там ГМ-гроза и кто-то с кем-то еще. ГМ-грозу мы, по-моему, сегодня даже и не видели. Ну, надеюсь, что не выиграет. В четвертом туре тогда их посмотрим. Ну, может быть, и здесь успеем, если они нас там типа подождут или задержатся, чтобы вот и враги. Да, немножко сумбурно, кстати. Вот. Ну, мы запрещу, мы так смотрим, конечно, гонцают. Аки бешеные. Плантуя этим задним банихопом. Кстати, еще, по-моему, на банихоп влияет производитель видеокарты. Ну, то бишь, скачет FPS или не скачет. Рубили всех, всех паралл-бидо. Посмотри, сколько трупов около бомбов. Ну, они свою тактику применяли. Справа и слева диффузище их и порубали. Но, тем не менее, все разменялись. Ну, так вот, по расположению, по крайней мере, на этой карте, я думаю, здесь за винтов проще. Немножко. Там план сложный с этим деревом. Очень для призраков. Вот этот попроще план для него открытых, да, светящийся этот круг. Тут, опять-таки, я вот не знаю, видно в этом свечении или лучше, или хуже видно. Наверное, никак. Вот где дерево, там прям бомбу надо ставить под само дерево и нельзя никак обойти ее. Только вокруг дерева гонцать. В принципе, если поставить диффузище, и справа и слева, как старый стиль делают, кстати, ты просто по радиусу смотреть, это по периметру. Ну, смотри, просто, ну, раскидывайте, пацанов. Ну, хорош. Джек Дэниелс. Бомба пикает, диффуза уже что, не будет? Диффузик стоит. Хорош. Дотаскивает, во-два. Ну, можно сказать, один во всех. Минус три сделал, четвертого еще оставил, не успел. Смотри, как там, пацанов все, один туда, один туда играют. Раунд туда, раунд туда. Ну, ровные тимы. В принципе, и старый стиль сейчас не особо-то сильных в своей тактике за контролем, как они стояли чисто в плене. Вон, ты видишь, разведены еще по карте, она плоская. Бегать туда-сюда надо. Я просто смотрю, как играет Мьяс, он просто высекает. Не, Мьяс дикий, Мьяс, я тебе говорю, это вообще. Тут, кстати, я еще в твиче в чате заметил чувака, с которым еще, когда я гм играл, но он, конечно, меня не помнит, я там очень играл. Вот я его прекрасно помню, апельсина. Я помню, все капслоком написано. Был тоже ник. Олдскульный чувачок. Ну, Джек Дэниеллс опять один оставался. Но тут, понимаешь, мне кажется, фишка, в чем играют, они... Призраки ловятся именно на том, на чем должно все строиться, на быстрой постановке бомбы. Потому что плент очень открытый, и контрам не составляет никакой трудности. Я просто смотрю, когда он начал самым отметили Мьязу, он просто взял и убил троих. Ну, шьется вот этот светящийся плент. Джорст, так, дерево. Да, я так понимаю, поставили на этот раз. Да, дерево. Ну, дерево посложнее. Для тех и для тех будет. Бля, еще тут есть нычки на крышах. Я, тем не менее, набегу просто. А, нет, крупная постановка. Поставили. Что-то потерял. Пентаграмма. Светится. Да, все, если не просто, не дают пройти. Тут очень просто обороняются. ГМ-про, да? Или кто это? Ой. Старый стиль. Старый стиль. Старый стиль. Я уж совсем запутался. Ну, тут, кстати, тот же самый апельсин в чате писал, что, типа, раньше, когда рассвет моего ГМа, старый стиль был такой, очередняшковый. ГМ-клан. ГМ-клан, ну, вот, как бы, лишь многие поуходили. Так это звучит только рассвет ГМа. Ну, я имею в виду, прям очень много кланов. Да, это был, да, это был, там, 2011 год, до апреля, где-то, и все потом. Я помню тот момент, да, реально было много бит в призывах. Да, очень много было. 11-й. 11-й. 12-й. Значит, когда, ну, короче, у него где-то там, 11-й давно. В принципе, это уже реально так давно было, даже не. Тут 4-3, все, все на тоненьком, все вот туда-сюда, туда-сюда. Открытый план, пацаны идут просто и там вот получают. Может быть, действительно стоит взять это дерево? Нет, дерево не ходят, призраки, там очень сложно оборонять бомбу, прям вообще категорически сложно. Смотри, они свои раунды брали только на дереве. Ну вот смотри, вот поставили они бомбу, у Контра левый бок прикрыт, правый там стенка и подъемчик, очень сложно от банихопиться, грубо говоря, только сзади. Ну короче, прям да, прям жесть. Тут еще видишь, мы же не знаем, может быть за Контров играют в ГМ про, со старым стилем тоже будут вырубать только в путь. Какая тут сильная сторона у кого. Ну я все-таки думаю, тут менты, тут видно, что респы не особо удачные для закладки бомбы. Опять прокинули лиды, бомбу потеряли, взять не могут, зло тут как можно. Банихопиться, Джек Дэниелс партизана, 1 в 5, ееееееееее, минус раз только сделал, 6-3. Сейчас, просто посмотри на счет, ну да, это феерическое, коричное шоу, и плес. 19-2, причем у них в команде только один человек в плюс идет, кроме него. Пацан просто соло играет. Да, хотя бы, хотя не сказать, что там остальные все слабые собрались, но... Не, ну, знаешь, сейчас есть такая команда, как в доте, как Big God, которые просто играют там 50 минут на бёрнинга, и потом он выигрывает в лицо игру. У меня сейчас набор слов, непонятных для меня вообще, поэтому, как бы, ты сейчас просто сказал, облегляю тебя Dota 2. Вот так вот, все, все, что я понял. Они обезвредили бомбу. Ну несуй. 7-3 у нас первая половина, да. Не суй. А, хорошие. Ну что, смотри стату, 9-6. Ну, ровно сыграли GM Pro, но вот этой ровности не хватило, хотя у них тоже вот Raul Pro GM. Просто я понял, у меня щиты просто, лучики. Не, я просто вот видел, как Raul GM Pro зашел в спину троим и промахнулся по всем по GM. Может быть, нервы? Завтыкал. Ну, такое оно так и есть. Я не говорю, что он там. Встретили равных? Плохо играет. Просто вот на этом открытом планете, на Пентаграмме он зашел в спину троим, мог кромсать. Тут у них замена произошла, насколько я понимаю. Нет Демониса, три шестерки или что-то в этом роде, но как-то его нет. Они тут пока собирались в зал, просто-напросто GM Pro было 6 человек в зале. Ну, Демонис сказал, ну ладно, окей. А, им говорят, уйдите кто-нибудь, Демонис говорит, ну ладно, я уйду. Хотя, как я помню, он играл круто. Да. Может быть, еще и с этим связано. Может быть. Такое себе. Скорее всего, знаешь, как просто вот мы с тобой отметили во втором туре то, что когда старые стили посмотрели, что у них было все как-то отработано, что ли, автоматизм. Пацаны, вот действительно, делали про вещи. А GamePro просто, как знаешь, ребята на скиле вышли. А, ну вы играть не умеете, а мы умеем. Мне кажется, тут сейчас это и сработало, потому что стрелители равных и равных еще те, которые понимают, что делать. Вот так и закончится первая карта. Первая половина. Сим-3, да, на счет запах. Ну, такая карта еще тоже, она такая непонятная. По мне, так должен быть баланс. Именно высот, низин и плоскостей. А вот здесь прям все плоско, плоско, плоско. С одной стороны, как бы хорошо, да, и Гастам можно по не хопиться и ничего не мешает. Ну, как бы палец-то устает, сжать на пробел. Надо где-то спрятаться. Ну, вот посмотри, что делают балансы. Ты все понял, да? Да. 83. Я почему-то, не, я только хотел сказать, что это карта КТ, что очень плоско и стрелять здесь, если у тебя есть патрон. Просто смотри, как занимают деф, допустим, вот домик около пентаграммы, да? Если можно так это назвать. 2-3 они стали опять. 2 дерева, 3 пентаграмма. И атака пошла в дерево. Вся, вот пошел только теперь перетяг. Но вот этих надо гасить, да, Уля. А там просто тусил все время один яс, который в одно лицо раскидывал. Вот эти пушки бесконечные и БР и глушители. Все, пошел диффуз-бомбы. Тактика диффуз-бомбы. Ну, нет, убивают диффузи еще. Вот они втроем собираются на бомбы, все смотрят в одну точку. Куда ты на него смотришь? Зачем ты на него смотришь? И вопрос. Так отстрелили, ладно? У меня просто прикалывает момент, когда кто-то диффузит, а кто-то на него смотрит. У тебя еще есть живые, понятно. Типа, ну что там, получается? Подобрал код. Так, ну смотрим. Опять расстановка 3-2, трое. Пентаграмма двое дерево. И пошли по центру гасты проходить. Через центр, через двороза. Опять же на дерево. Ну, оставили Сау в засаде. Сау отрезает первого на перетяге и второй его разменивает. К сожалению для него, да, но там, конечно, на планете особо попрячутся. Сау сейчас, наверное. Диффузит. Ну и все. Нет. Как-то у этих, у старого силия последние, которые, в принципе, не должен получать, как-то рандомно получают в чердак всегда. То друг за другом стоят, то еще как-то. 8-5, да, у нас получается. А там было 3 раунда. То бишь, чтобы была ничья за старого стилю 3 раунда взять. Четыре для победы. Гэмпро. Нет. Там уже выиграл старый стиль. Ну, я и говорю, гэмпро надо для ничей взять. Ладно, забей по счету. Гэмпро надо выиграть. Ну, я понял, окей. На дерево опять нанесли бомбу. Че у нас по перетягам, по перетягам. Ну, собрались. Все уже призраки. Хорошо. Уплантил брали одного. Четыре в четыре. Надо разойтись. Надо оставить. Просто тоже, когда вот два призрака крутятся. Мьясо можно оставить, чтобы он крутил все в рост дерево. Остальных сверх. Не-не-не-не, тут диффузий не... Блин. Да, тут все. Не успел упрыгнуть. Вот тоже видишь текстура наклонное дерево. На нее, когда ГОС становится, ему не хватится. Грубо говоря, первый прыжок ложится у нее на более низкую поверхность, его видно. Поэтому такое себе. Так обычно уходят. Убивают спину диффузищную и отскакивают. Сразу видно, куда отскакиваешь. Ну, тут такое, да. Тут оборона посильнее, конечно, это короче. А, смотри, решили фейкануть. Стягивает всех на пентаграмму, а сами уходят на дерево. Рауль тут, видимо, слышит. Просто по дороге надо всех рубать, рубать по дороге всех. Ну, САУ опять оставили. Опять оставили САУ. САУ сработает, его зачекали. Минус он. А, протект, протект. Заходит в спину трем контрам. Ну... А, хорош! Просто! Вот это лол было. Просто втроем встали на бомбу, никто ничего не чекает и контролирует. Ну, 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 зачем? Супергерой последний, диффуз пошел в спине, заходит не диффузичный. Да нет, они не смеяли бомбу. Восемь-шесть. Как-то не собрано играют. Ну, есть такое. Это про старый стиль, наверное. Да нет, не то, что даже не собрано. Миша, я бы сказал, что тут действительно дикое преимущество у контрол, да. Не, задумка-то хорошая. Они либо фейкуют, либо заходят в один плент, оставляют одного-двоих на перетяг ловить. Тут вам не кб, как бы, да, их не увидят. Они могут присесть за кустик, пропустить и потом в спину доработать его. Ну, лучше бы они ходили в пентаграмму. Ну, сложно, да. Ну, вот сейчас пошли, видишь, пентаграмма, по-моему, первый раз, да. Да, пентаграмма тоже открытая. По крайней мере, посередине нет дерева. Короче, я понял, чтобы призракам было полегче, им надо, чтобы были верхние какие-то архитектурные сооружения. Да, все плоско очень сложно. Ну что? Я согласен, карта неудобная, очень неудобная. Ну, красивая. Ну, что красивая. Просто в плентах, вот это дерево, оно вообще ни к чему-то. Можно было, я не знаю, какой-то тетрис из ящиков поставить, а в пентаграмму тоже какой-нибудь не кидать. Хотя бы пару столбов каких-нибудь, я не знаю, по краям этой пентаграммы. Ну, смотри, сейчас началось, смотри, вырубили одного, да, и примерно прыгают у себя на респе, сейчас будут куда-то кого-то обходить. Перетяг пошел на пентаграмму, Сао уже обходит приспу контрам. Пошел на Б, опять в партизаны играть. Нет, возвращается. Не потеряет пакет. Ну, короче, Яс и Сао играют роли вольных художников, вот этим трем парням надо поднести бомбу и контролить. Сверху будет на плен спрыгивать, Сао нельзя отдаваться, он на последнего должен быть в спине, он так и торчит, выходит на ПКМ. Вот этот раунд был. Четко все сработает. Образцово показательно. Получается, типа, трое прошли по центру и поставили бомбы, такой как Клин, а Мьяс и Сао по бокам во фланге. Это, знаешь, это как КБ, вот, ребят, мы покажемся на перетяжке, да, покажется на Б и уйдет так и на А. Типа того. Бросается над дефузящего толпой. Да, ну да, я пару минут назад не довел свою мысль до конца, что призракам тоже нельзя группироваться всем на бомбе, потому что банихопы, они сталкиваются. Когда они сталкиваются, они останавливаются, просто можно двоих легко забрать. Так, что у нас пошло по атаке? Загоняют здесь Джек Дэниелса, все-таки его забирают втроем. Набросили, Сао отрезает центр, ну и только вот теперь дерево понимает, что надо идти на пентаграмму, теряется бомба на беду. И пытаются загнать хотя бы еще одного, Мьяс. А это уже все. Мьяс охотит, нет, еще не все, сейчас Мьяс примет хотя бы одного здесь, принимает. Очень хорошая Зига Дэка. Нет, просто здесь Зига, смотри, какая классная. Есть пространство, где можно зайти за угол, посидеть, послушать куда дальше пойдет контур, и опять-таки бы не хлопить. Нечисто открытое пространство. О, пакет выбрал. Ну, не применил. Ну все, смачьи. Почему? Почему? Если берут... 8-3 был, ой, 7-3 был. Ну, сейчас взяли 2... 7-3. А, ну да, 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 все правильно. Сейчас старый стиль, если раунд берет... Ну, короче, для тех и для тех. Да. Как-то странно. Ну, я говорю, матч-поинт. Ладно, бог. Никогда не любил... Вот все, вот сейчас хутбары Косфайра, это то, что он решающий минус, я вот больше чем уверен. Заводим экшен. Смотри, ребята, опять перетягиваются под... А бомба под Б. Слушай, ну как бы было это... Зачем? Зачем протест идет на пентаграмму? Ну, увидите. Ну, видимо, до постановки до бомбы с дерева не будет уходить. Ну, размен, размен. Ну, блин, надо было раньше делать. Мы заложили бомбу в точку А. А, не достает через стол под Сайрома. О, не достали. Хорошо так встал в угол. Там, вроде бы, кажется, и расстояние есть, но... Призраки... Яса убили. Один. Ну, это все. Это good game will play. Подожди. Это, получается, GamePro у нас выигрывает? Да, GamePro выиграли. Лоль. 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 Они обезбредили бомбу. 9... 10-9 минимально. Или как? Ну, да, получается, минимально один раут. Такого быть не можно. Должно быть 10-8. Так, подожди. Первая половина 7-3 в пользу СС. Старого стиля. 7-3, правильно? Это 7-2. И тут они... 7-2. Ну, да. 10-9, как-то так вот получается. Так. Сейчас я попробую в следующем. У меня тут есть еще один просто зал на запасе. Попробуем туда нырнуть. Если там не доиграли, я тебя скину когда-то сейчас. Да, там играют еще. Сейчас я скину. Геймгрозу сейчас посмотрим. Прикинь, я чуть в чат твича не скинул уже такой. Ха-ха. Нацелился. Воу. Лови. Ты мне... Ну, только по скиду, потому что я по тебе перехожу. Буду знать. Сори. Ну, там играют. Ну, чтоб тебе проще было. Я понял. Я тебя услышал. Какой сервер там был? 2.11. Так, а у нас здесь Геймгроза должны быть и... А, Геймспецназ и Геймгроза. Я ничего не путаю. Просто Геймгрозы, Риогран. А я не могу на сервак зайти вообще ни на какой. 2.11. Почему он не может? Ну, потому что. Отличный ответ, потому что. Так, а что у нас тут по счету? Непонятно, какая половина. Скорее всего, вторая. Ничего лидного. Пупышонок. Тут есть чувак пупышонок. Ну, это та же борьба. Один-один. Он тоже только начали. Да. Может, это вторая половина. Ну, только начали. Ну, только начали. Ну, только начали. Может быть, вторая половина. Ну, скорее всего. И что? Так, ну, вообще, короче, сложно сначала смотреть. Тем более, что одних из них увидим первый раз. Так это ты говоришь, какие команды сейчас играют? Ну, ГМ спецназ и ГМ Гроза, по идее, вот эта. ГМ Гроза — это где вот Рио Грандерса, мастера. Хотя я не могу ошибаться. Скорее всего, ты же ошибаюсь. Ну, что здесь борьба будет — это точно. Не знаем, какая половина, но ведь уже один-один. Остается чирлидер один. Минус он. Ну, потому что мы видели в предыдущей игре, я уже должен понимать, что контры сейчас будут, конечно, им полегче, а на тоненького призраки сильны, то могут на тоненького раунда затаскивать. Я помню, ни одного раунда не было у призраков, когда бы они всех убили. Что-то я сейчас говорю. Бомба взорвалась. Я вообще не понимаю, что призраки делают. Ну, пытаются до дерева добраться, как-то их всех по пути. Раскромсали даже бомбу. Нет, поставили его только что. А, ну, все понятно, да. Дым лежит. Вертикально это дерево, корни мешают. Минус призраки еще. Три один. Сто процентов геймгрыза. Ну окей, ну просто клантек совсем другой у всех. У меня расписание одно, но фиг я знаю. Нахер, может, ТП дали. Так, решили все идти на дерево. Ну, вот разница. Сейчас посмотрим с отрезающим на мину. Да, с отрезающим. Это, скорее всего, девушка долгожданная. Она делает open frag. Заходит все дома нагло. Сковородкой по голове. Да. Ну, не стала сидеть на центре, ждать перетяг. То есть она просто зашла в спину и... Че, она так и идет, смотрит. Человек клювом щелкает. Почему бы нет? Я не понимаю, что папышонок делать. Ну, закидывает, кстати, дымами. Вот то, что помогает сейчас. Грозья. Они просто весь план закидывает дымами. Тоже тактика. Они обезвредили бомбу. Причем, как я сказал, красненькими. Интересно. Чирлидер. Это самая Зарина Чирлидер? Или кто это? Я не знаю, кто это. Знаешь, я многое знаю, да? Чуть больше, чем ты. Чуть. Ну, как бы и нет. Не, ну да. Просто так возникают. Не, ну по РГМ я вообще ничего не знаю. Я вот смотрю, мне прям приятно тебя слушаешь. Ты мне что-то новое рассказываешь. Я ничего новое. Меня сейчас гемщики слушают. У них волосы на руках дыбом стоят. Чтобы ты понял, что меня это вообще темный лес. У меня просто карты темный лес, честно говоря, ну... Клапа, понятно. Не, ну просто вот те карты, которые... Второй, третий тур, ну не айс, конечно. Одна длинная пешка была в втором туре, это вся плоская. Да, нет, второй ничего был. Да, ну... Лаборатория, да. Лаборатория, да. Лаборатория, да и... Нет, крыши, классная карта еще, более-менее. Не видел, Миш. Для меня беды призреков две карты лаборатории, где там надо по каких-то мостам прыгать. Сейчас я тебе скажу. Поехали. Она последняя будет у нас, финал. Ну вот, объект А19 классная. Следующая она у нас, четвертый тур. А крыши, кстати, не было. Ну ладно. Так, что по счету? 4-2. Ну, ведут, конечно, контры. Ну, такое себе преимущество. Пупышонок! Закладывает на краешек пентаграммы. И бомба далеко не отпускает. Возле тетриса то бегает. Поещаем, должен. Сейчас спину забирать. Хорош! Знаешь, что меня всегда в призраках поражало? Каким образом они замах кукари просчитывают секунду? Такое, конечно, это чувство. Замахиваться за километр, потом еще 2-3 банихопа, прыжка и потом 2-3 банихопа. Ну, блин, ну, это кукри. А кукри это самый лучший, да, для этого? Ну, вообще, да. Ну, почему лучше? У всех пистолетов, ну, не у пистолетов, а у этих. Нет, фишка не в этом. Фишка в том, что топор бьет вертикально. То есть, ты максимум снимешь одного. А кукри может даже троих правым ударом снять. То есть, она горизонтальный удар по кругу, скажем так. Поэтому он считается самым лучшим. С плешком, с плешком. Да, так хорошо. А катана? Катана, например. Катана тоже сверху вниз бьет пока я. Ну так, она наискосок чуть-чуть, но она хоть и длинная, но не знаю. По-моему, бесполезная в том плане, что очень долгий замах. Кукри хоть и надолгий, но вот. Ну, кукри, я просто замечаю, это вообще ужасная вещь. Супер ужасная. Или, ну, нужен лазер дать дать. Вот, ты видишь, что на ногах даже у кого-то волосы дымом стоят. Брить надо. Хотя, если ты парень, то не надо. Так, ну и смотри, походу сейчас призраки возьмут. Вот один дефузище остается, ему вот играть либо в тело, либо дефузить, он решает дефузи. За последнюю очередь выходит минус. Отличненько. Кто в курсе, как первая половина? Мы не знаем, никто не в курсе. Возможно, это даже первая половина, мы увидим это к тому. Скорее всего, даже это первая половина. Ребята нас подождали. Ну да. Блин, какой классный видео. Что классно? Дерево? Да. Я сижу в дереве, и из него идеальный вид на плент. Угу, норм. Так, пошли опять забирать дерево. Плент. Ну, со всех сторон окружены призраки. Бомбу потеряли, титан поднимает. Гиргост. Да. Бомбу-то поставили, титан остается последний на подъеме, где он не может от банихопиться, убегая чуть-чуть подальше от бомбы. Есть уже диффузище, минус он естественно, ну и вот то пресловутое опять-таки дерево. Никуда ему было не услышать. Очень удобно от банихопиться. 6-3. Бита хорошее пишет. Ну, в принципе, ничего тогда уж если. Но на первом месте, естественно, куклы. Я не знаю, вот характеристики вот этих вот новомодных кук, рекапсульных, типа золотой, чем они отличаются. Ну, по-четному, по-четному. Я думаю, такие же. Ну, может быть, знаешь, там миллиметр длиннее. Не знаю. Или там замах, короче. Ой, 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 как шьют они по пакетику вообще не забрать. Ну, походу, это 7-3. Популярный счет на этой карте. Бум. Хорош, Титан. В лобовую пошел. Ну, вот ушел, ушел слишком далеко от своих тиммейтов. Да, минус Титан к дыму и... Ну, все равно, один в три без пакетика это будет такое. А что, видишь, на крыше у него есть люди. И к дому бомба. Миссия провалена. Миссия глобал риск. Очевидный счет. Нет. Ну, походу, мы будем еще свидетелем на вторую половину. Хотя... Какой-то парень зашел просто. А, все. На этом все. Просто до конца доигрывали. И непонятно даже, кто выиграл. Так, ну, мы пошли на перерыв. Следующая игра... 16.00, если мы еще не путаем. Да. 16.00, четвертый тур. Наконец-таки будет объект А19. Вот это, конечно, эпическая карта. Как минимум, только лишь потому, что она старая и наигранная. Грямщики ее должны знать. Ладно, уходим тогда на музыкальную паузу. Победайте, поподникайте. Возвращаемся к 16.00. Возможно, минут на десять раньше. Да? Да-да. Вот. Такие вот дела.